У меня здесь вопросики такие накопились. Вот о крещении огнём. Иоанн Креститель говорит, мне, наверное, не видно, это меня. Иоанн Креститель говорит, когда пришли, его спрашивают, он говорит, я крещу вас водою, идущий за мной будет крестить вас Духом Святым и огнём, лопатой в руке его. Вот, соберёт пшеницу в житницу свою, а солома ставит огнём неугасимым. Что это такое крещение огнём? Я вот до конца не могу понять. Вот Архимандрит Венедикт, он говорит, что крещение огнём, оно продолжается в течение всей жизни до смерти. А я вот не могу до конца понять, мне ещё не открыто. А вы не можете, ну, в вашу точку зрения есть у вас она, объяснить вот это вот. Крещение огнём. А вы Блажина Сефилакта считали? Я читал, пытался читать Сефилакта, там говорится о сошествии в пятидесятницу огненных языков. Да? Да. Ну, а как понимать так вот, говорят, человек вступил в первое сражение, говорит, он получил, говорит, боевое крещение. Ну, да, он уже не боится врага. Вот что отвечает Венедикт, вы говорите там, Вениамин, то это действительно так. Всё время идёт испытание. Господь испытывает в огне искушение. Огонь искушения. Вот это толкование его ежедневно подтверждается, что именно так. До смерти кресимся огнём. То есть искушение и вот испытание. Испытание, искушение двух родов. От Бога и от человеческих замыслов. От Бога разделяется только на два. Два. Это болезнь. Бог посылает болезнь. И гонение. Всё. Ну, я слышал, это вот вы говорили. У вас последние проповеди, вот занятия 20, 13, 20, числа 27-го просто великолепные. Заслушаешься там, ну, собрания и занятия. Я вот это, что смотрел, мне очень понравилось. Вот. Там особенно вот эта вот проповедь о, так сказать, о законе и благодати. Когда был задан вопрос, вот, как вот новозаветный закон, то он как действует. И вы там, конечно, очень вот эти, мне понравилось о законе и благодати, когда вы сказали проповедь. Ну, своё рассуждение, скажем так. Мне очень понравилось. И у меня вот окрещение огнём. Ну, я так понял, что это всю жизнь в виде искушений и в виде испытаний нам даётся. испытания двух видов, да? Болезни и... Гонения. Ну, вот ещё один вопрос. Он уже такой... Вот, кажется, у Георгию Кочеткову как вы относитесь? Я несколько раз слышал, вы его упоминали. А само отношение... Вот просто, я знаю, что там был послан к ним в своё время какой-то там с московской патриархии такой, ну, который провокацией стал против них делать священник. Вот. Потом они там, ну, его куда-то лечиться отправили. А, ну, главная претензия, вот, что меня смущает, что вот это Тихон Шевкунов, вот как он говорит, что там видели, как миряне после литургии потребляют святые дары. Вот это, ну, как бы, меня очень смущает этот вопрос. Лично вот ваше отношение к этой общине? Видите, я могу говорить только по литературе. А раньше мы с ним встречались, но раньше, может быть, ничего уже у него не осталось. Ну да, люди меня. Так что за ними, вот сколько сегодня пишут и говорят, опять же, чужого слова, это может быть не совсем точно. Они там и про ангелов, и про другое, столько заковых, с которыми никак нельзя согласиться, они вопреки православной догматике. Вот как. Поэтому они там не присчастье брали, а агапа, агапа. Вещарь и любви, может быть, была. Нет. Именно там были панамари, вот именно литургия. После литургии, после божественной литургии, у них там, ну, служили панамари, там они такие вот. Не знаю. И после литургии заходит он в алтарь и смотрит, как он потребляет святые дары. Именно после литургии. Вот это вот. Это уже алтарь. Слушайте, пожалуйста. В алтарь не заглядывай ни одним глазом. У них есть епископ, который разберется. Никогда, нигде. Я в алтарные дела не вхожу. Я знаю теоретически, как это у Скобалиновича написано все это, в новой скрижале у Семена Солунского. По канонам я знаю как, но это алтарь. Я чтец, имею право входить туда, но я не захожу. Я благоговею перед этим священным местом. Ну ладно, хорошо. Понятно. То есть, сейчас вы информацией последней не владеете? Нет, не владею. Не владею. То есть, только что говорят. А говорят, это может не соответствовать действительности. Именно так. Именно так. Вот я это и говорю. То есть, я тоже такой. От него группа людей приезжала к нам сюда. У нас были здесь. Один вышел и говорит, наши штаны-то сняли, и знали, куда идут. Там сережки или что-то. Чтобы на волю сыграть не остаться. А не кое-что привезли на русском языке. Вот они, Сергей Аверинцев, там перевод Библии, абсолютно категорически, я против. Синодейный превыше всего. Никаких переводов не принимаю. Я фанатик. Просто у нас в храме, в который я вот причащаюсь, молюсь, хожу в храм. Рядом со мной, всех скорбящих радостей. Там одно время был такой иподьякон, сейчас его что-то не видно. Он постоянно выходил и проповедовал. Вот на запричастном стихе, после запричастного стиха, пока священники причащаются, там готовят, он говорил проповедь. И потом раздавал свою проповедь, там Слово Божие, воскресный Евангелие, и апостол на русском языке, и там свои мысли. Я, значит, подхожу к нему и спрашиваю, а чей это у вас перевод, какой перевод священного писания? Он говорит, Аверинцева. Это Никита. Да. Включи вот эту. Включен или нет? Да, 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 включен. Ага, ну говори. Аверинцева. Я говорю, потому что этот перевод синодальный страшно устарел. Я говорю, ну как же устарел? Допустим, ладно, с Ветхим Заветом еще, а Новый Завет, он вполне подходящий. И Аверинцева. Я посмотрел там немножко, он хуже, в общем, и даже Кассиана Безобразова хуже. И вообще, как бы, я даже его не признаю, вот, Аверинцева. Так, ну вот, он тоже проповедовал, сейчас его нет, слава Богу. Был такой у меня, у меня его нет, этого перевода Аверинцева, я просто так посмотрел его в этом, в интернете, что он из себя представляет. Ну и давали вот такие, вот они раздают, листки раздавали. А, ну вот, и там вот священное писание, там, вот, неделя такая-то, вот, чтобы имели представление. И там вот, притча о Лазаре, и перевод Аверинцева. Я посмотрел, нет, не годится он там. В общем, вот такие, какой вопрос. И еще один, может, вы его знаете, он тоже из Бешкека Бориса, он сейчас живет в Питере, в Петербурге здесь. Я с ним созвонился, и, в общем, так говорю ему, вот, послушай Игнатий Тихоновича, он каждый, каждый вечер выходит у него, это самое, его ответы на вопросы, и, кроме того, там много выставляет он, и занятий, и вообще. Посмотри, тебе будет полезно. Ну, он так посмотрел, и мне утром звонит, говорит, вот у него там кума, она здесь, много там, монастыря, Иоанна Кронштадтского выбила, такая деятельная женщина, такая, как Марфа. Ну, и говорит, вот им надо вместе там что-то, я говорю, я не знаю, что им надо, потому что Игнатий Тихонович, он уже к Царствию Небесному призывает в последнее время, а не строительство там храмов, выбивание каких-то там зданий для церкви, а, ну, коли ты просишь, вот, а если она хочет сама позвонить, то я спрошу у него, как можно или нет, я говорю, я не понимаю, что вы от меня хотите, собственно, вы можете и сами с ним связаться, но они вот попросили меня спросить, я говорю, ну, не знаю, в общем, я спрошу, вот, и можно ли ей позвонить, ее зовут Наталья, она такая верующая женщина, молящаяся, по скайпу, по скайпу, чтобы хороший глазок был, хорошо, и по скайпу пусть, да, пусть вопросы заранее заготовят, и чтобы она была не одна с кем-то, кто там, мужчина-то есть рядом-то? Я не знаю, я сейчас не знаю, там как, ну, Борис есть, Борис этот, он, я Сергей хотел сказать относительно перевода синодального, недавно только, было здесь открытый, такой разговор, можно сказать, встреча, с протестантским одним, он от пятидесятников, он в Совете Федерации находится, он один такой, и с Алфеевым, и Ларионом, и как раз они разговаривали, это полит, да, да, что этот перевод у всех абсолютно сектантов только синодальный, даже они не приемли другой, и говорили о том, что язык такой, как будто, говорят, сегодня утром перевели его, это язык Пушкина, он застыл на одном месте, ради Библии, настолько он четкий, настолько пренебесный, они выразили все моими словами, какими я говорю, Да и там, да, мало того, что они все в угоду, там много в угоду человекам делается, а Бог рассыпал кости человека угодников, они делали, как бы не то, как бы не для людей, а еще переводили духовно, старались угождать Богу, как Господь сказал, а здесь, ну, чтобы донести людям, да еще как, чтобы всем было комфортно, и здесь вот получается искажение по-любому, вот я смотрю, так что, Аверенцева, это один из самых не лучших переводов, скажем так, прости меня, Господи, не сужу никого, ничего не знаю, но мне, вот, читаю перевод русский, перевод читаю этот, синодальный, а слежу и по-славянски, и это и на иврите, на иврите вообще так открывается, столько много интересного, вот, когда это следишь, что и непонятно даже, вот там вот есть, когда Давид на Иерусалим шел, и в русском переводе сказано, там отгонят тебя слепые и хромые, а потом он взял их всех там, слепых, хромых, перебил, когда зашел в Иерусалим, перебил всех, навел, говорит, порядок там, да, 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 это такой интересный момент, они-то похвалились, что, я скажу, такие коллеги-то, ну, взял их всех, перебил и все, да, это такой Яники был, и собаки в окрестностях начали выть, ну, люди-то не понимают, к несчастью какому-то, к войне, а он взял и пошел, и всех собак перебил, святой Яник, его молитву считаем утром, расправился, и все, кинолог какой был, собак перебил, да, так в житиях написано, говорит, ты перебил всех собак, я не знаю, как собаке подходил, он там вообще, шкворнем каким бил, и он понял, что в них селились бесы, бесы, а люди-то говорили, к непогоде, или война, или чувствует землетрясение, а он еще, мозги стрес им все, и все, так интересно, что человек, вот, недвижимый благодатью Божию, духом святым, да, духом вадимый, и утром, вот оно, да, сейчас может многие не понять, слава Богу, ну, в общем, вот такие вещи, и что, а в еврейском переводе, говорит, там, что тебя отгонят, а, обгонят, что ли, хромы, в еврейском переводе, говорят, тебя, это самое, отгонят слепые хромы, а он зашел, говорит, где ваши слепые хромы, они не войдут в дом, в Господень, и, переколотил всех, и все, переколотил всех, и все, и пошла эта самая, вот такая вещь, ну, как бы, я люблю следить, это самое, на языках, какие там переводы, сравнивать, это вот, вот такие вещи, рад бы вас видеть, слушать. В книге Макарейска написано, там, неприятельство, они захватили большую башню, около трех тысяч человек, это вообще, какая башня-то была, ну, и они бы молчали, так бы и прошло дело, то они, давай, да кто вы такие евреи, да вас резать надо, да вы, дураки, все горбоносые, пущеглазые, это вначале над ними-то, евреев это задело, они тогда давай рубить, сучки деревья, принесли, всю башню сожгли, и все сгорели, никогда не надо дрожить никого, а наоборот, поговори ласково, помолись. Дразнить, да, это, конечно, это глупость, искушать, да, зачем это, потому, 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 что, ну, это безумие, там уже было, как отнимает Господь разум, мы люди уже за грехи, за свои безумия, и получать, и у нас так бывает много, ой. Это Майкл Вуд, англичанин, решил пройти тем путем, которым Александр Македонский шел, и он прошел все, и вот здесь, говорит, одна гора была, туда никто не мог залезть, а жители знали одну тропу, по которой можно зайти туда, но те-то наверху-то залезли, он проходит мимо, у него войска 30 тысяч, а эти давай над ними смеяться, залезть никак нельзя, и он тогда бросил клич, кто тут есть скалолазы, алпинисты-то, ну, и там 70 человек вызвали, человек, наверное, 20 разбилось, а остальные долезли, ну, и началась схватка, там, а тропу нашли, и переколотили всех тоже, а молчали бы, и глядишь, и обошлось бы. Ну, да, и вот искушать, не надо искушать, это, да, вот, потому что, да, вот такие вещи, рад был вас очень видеть, спасибо, Господи, Игнатий Тихонович, многие вопросы мне решили, значит, пусть звонит по скайпу, вот, чтоб был рядом мужчина, если мужчина, рядом был мужчина, женщина, я с одной женщиной не хочу разговаривать. Да, 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 вот, пусть тогда, если он меня стал просить, за нее, пусть тогда сам к ней поезжает, и присутствует при разговоре, все, все, скажите, с 3 часов до 17.00 по Москве, с 3 ночи и по 17.00? С 3 до 17.00 нет, в другое время не звонить, и когда будут перед тем, как звонить, лучше, чтобы они вошли, сначала написали под скайпом, а то вот у нас сейчас будут занятия по скайпу, вот сейчас прямо, через 5 минут буквально. О, а присоединиться можно мне? Сейчас, минуточку, Сергей, присоединиться можно. Рассказывай, как, Никита? Никита. Ну-ка иди сюда, вот Сергей Ильин просит, как присоединиться, где сегодня Сергей ведет занятия? Сегодня на что? Среда? Среда, садись ближе. Да. Да, давай я запишу, Никита, что там? Давай, держи так вот, микрофон. Ты не помнишь наизусть? Говори. Ну, Сергей Пупков, надо поисковике найти его, а как там еще найти его в скайпе, я не расскажу даже. Вконтакте есть группа создана, если вы вконтакте зарегистрированы. Вконтакте она есть, и вы? У него там группа и занятия по скайпу, там если вас, Инатель Тихоновича есть, у него в друзьях есть Сергей Пупков, и прямо у него, среди групп его, так и называются, занятия. А все? Значит, я захожу на Тихоновича, там смотрю Сергея Пупкова, и занятия по скайпу, все? Там все описано, ссылка для вас. А если по общему в Майл.ру брать, то их может быть там 150, Пупков этих, где найдешь? Да, конечно, все, и через 5 минут занятия, все, не задерживаю. Да, в 5 часов начинается, в 6 часов по нашему. Он сам перезвонит, вы просто ему напишите сначала, он вам перезвонит, там такой принцип работы. Он не уехал с собаками-то? Он сказал 3-го числа. А, он кинолог, у них разные соревнования с собаками, у него уже собака с нами ездила, чемпион России. Да знаю, ураган. Ураган. Сергей все знает. Купаете в Дону, говорит, в Дону, в Черном море, в Турции, в Тихом Артеане, в Тихом, до Атлантического, в Прибалтике, в Балтийском море, ну то есть, в Черное море, там Каспийское, Азовское, везде он купался. Ого, хорошо. Но с ним было легко, можно было спать спокойно. Даже Заяц мимо не пробежит, он привязанный был. Очень хорошо. И кроме того, поиграть нам самим, охота была с ним. Хороший ураган. Да. В Румынии, интересно было, там нас оккупировали, цыгане, прям, ну не отобьешься. Только я его вывел, они по всем сторонам. Все, никого нету. Серьезная штука. Ну, благодарю. Спасибо. Мы с женой смотрели вас, как это, в прошлом году вы на месте обращения, в 18-м, Карла, какого-то, да-да-да-да. и потом, значит, в Баптийскую общину вы заехали, на месте, где книги там подарили. Да-да-да. А, это, Игнат Тихонович, очень хочу купить толкование, ваши, это, красные три тома. Вот. Вы отдельно не продаете. Так, Сергей, зайди, зайди в Мейл.ру, потому что это надо счет скидывать, это десятизначные цифры. Ага. Все. В Мейл.ру. Там просто-просто, ну, страничку заведите и зайдете, хоть она легко образуется. Найду, найду, хорошо. Я вам сразу все данные скину. Три тысячи стоит пока, да, еще? Да, и пересылка. Ну, это три тома, в них 240 иллюстраций Гюстава Доре раскрашенных. Мне иллюстрации Гюстава Доре мало интересует совсем. Мне было натолкование. Это лучше, лучше, за всю историю. Пусть лучше, пусть раскрашены, там, Игорем этим Дебуновым, это очень хорошо. Но я бы пережил бы и без иллюстрации. Дело не в этом. Мне главное... Там толкование откровения, почти 340 страниц. Геннадий Павлович, по всем святым отцам. Вот это мне интересно толкование. Все, понятно. Ваше. Ну что, отходишь? Да, да. С Богом. Спасибо, Господи. Помолитесь о нас там все. Ага, обязательно, вы тоже. Слава Христу, Господи, помоги. Хороший человек. Пожалуйста, даже не думали, познакомились.